Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя тема это астровирусы. Они вызывают у человека поносы, которые проходят даже без лечения и не требуют госпитализации. Характеристика. Астровирусы – семейство РНК-содержащих вирусов, обнаруженное в 1975 году методом электронной микроскопии в испражнениях человека. Астровирусы – одна из причин энтеритов у детей раннего возраста. Вирионы имеют размеры 28-35 нм в диаметре. Эксоэдрическая форма с пятью отростками. Оболочки не имеют. Семейство включает два рода. Мама-100 вирус – 19 видов, инфицируют млекопитающих. Ава-100 вирус – 3 вида, инфицируют птиц. Патогенез и клиника. Путь передачи фекально-оральный через немытые руки, загрязненную посуду, через продукты питания. Астровирусы снижают активность ферментов в энтероцитах. Это приводит к десахаридной недостаточности. Они нарушают процесс реадсорбции жидкости и формируется секреторная диарея. Непереваренные десахариды попадают в толстый кишечник и выступают питательной средой для условно-патогенной микрофлоры. Образуется много органических кислот и углекислого газа. Это приводит к метеоризму и изменению PH кишечника. Благоприятное течение объясняется тем, что астровирусы не вызывают инвазивного заражения слизистой оболочки кишечника. Клиника. Ключевые симптомы – диарея, тошнота, рвота, боли в животе. Необходимости в госпитализации нет, так как течение легкое. Симптомы заболевания проходят сами по себе в течение короткого периода времени. Иммунитет видоспецифический. Формируется после перенесения заболевания, но возможны повторные случаи, так как мама-100 вирус, инфицирующая человека, имеют целых 19 видов. То есть теоретически можно инфицироваться и болеть 19 раз. Диагностика. Электронная микроскопия, иммуноферментный анализ, реакция иммунофлюоресценции, полимеразоцепная реакция для выявления вирусных частиц в фекалиях инфицированных людей. Метод ПЦР позволяет обнаружить все генотипы астровирусов человека. Профилактика и лечение. Вакцины не существует. Личная гигиена снижает вероятность заражения. Лечение обильное питьё, щадящая диета, применение энтеросорбентов. Благодарю за внимание.